И хотела тебе сказать, что я недавно была в Киргизии, представляешь, там уже, естественно, начинают собирать урожай, да и даже и не первый, представляешь? Ну, это интересно, каким вот у нас будет урожай в этом году в связи с метеоусловиями, да? Ну, мне кажется, что все, естественно, зависит от погоды. Ведь не зря с древних времен, когда человек от банального собирательства перешел к выращиванию плодов и зерновых культур, его стал волновать вот именно прогноз погоды, количество солнца, количество осадков, которые, естественно, влияют на урожайность. И, соответственно, позволяют вдоволь запастись на долгую зиму овощами и фруктами или остаться просто, напросто говоря, ни с чем. Да, засушливые периоды в летнюю пору особенно опасны для урожая. Именно поэтому вода, то есть дождь во все времена считались самым большим благом. Ну, а в этом году у нас был весьма холодный июнь, июля начался жарой, ну и также, как все помнят, проливными дождями даже с градом. Так какой урожай нам ждать? Давайте спросим об этом у нашего гостя. Да, у нас сегодня в студии Александр Завалищин, первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области. Доброе утро, Александр Васильевич. Доброе утро. Александр Васильевич, расскажите, пожалуйста, все-таки как влияет погода на урожай? Влияет ли она вообще? В своем выступлении отметили, что очень много растеневодства зависит от объективных факторов. Какая погода проходила весенние полевые работы, какая погода сегодня установилась в настоящее время. Нужно сказать, что весенние полевые работы проходили в очень сложных метеоусловиях. Мы отмечали холод, мы отмечали ветра очень сильные, мы отмечали сдвиг по проведению весенних полевых работ. Но вот несмотря на это, мы все-таки увеличили посевную площадь на 30 тысяч гектар. А внутри посевного клина мы увеличили клин масличных культур почти наполовину практически. То есть люди начинают уходить от монокультуры, от посева пшеницы и выбирать посевы более маржинальных культур, которые дают больше прибавки в стоимости конечных продуктов. Но вот в связи с тем метеоусловиями, которые были, осенне-весеннее, вы говорите, и лето вот такое было, какое-то непонятное, необычное, урожай это ждем? Урожай ждем. В плюсе он будет или нет? Нет, нет, подождите внимательно. Вот сегодня идет вегетация растений, зерновых, что масличных культур. Мы находимся вот в режиме вегетации, то есть сегодня кое-где в посевах. У нас же огромная область, 4 климатические зоны, горно-лесная зона, северная лесостепь, южная лесостепь и степь. И в каждой зоне свои климатические условия. Где-то, значит, уже растения выбросили колос, где-то они находятся в фазе цветения. Очень важно, чтобы при получении максимального урожая, который сформирован, значит, вот в это время растение должно быть здоровым. У него должна быть лиственная часть хорошая и колос должен быть здоровым. Вот в это время нужно проводить хорошо мониторинг, спасать от вредителей, от болезней. Это растение для того, чтобы получить максимально выполненное зерно и максимально выполненное. Ну, это работа агрономов, да? Это работа агрономов, мы проводим постоянный мониторинг, мы в конце июля соберем предварительный баланс по количеству стебель на квадратном метре, по количеству растений и количеству зерен в колосе, которые сегодня сформированы. Но вы все равно, я думаю, делаете же какие-то прогнозы, планы? Это биологически мы говорим урожай, да, мы делаем прогнозы, конечно. Конечно, у вас есть какой-то план? Получить урожай прошлого года, когда мы считали его рекордным, то есть 2 миллиона 400 это зерна, плюс 140 тысяч тонн масличных культур, это, конечно, скорее всего в этом году не получится. Но мы думаем, что вот в условиях вегетации, которая сегодня проходит, мы находимся на уровне 15-го, а может 16-го года. В 15-м году мы получили 1 миллион 700 тысяч тонн, а в 16-м миллион 957 тысяч тонн. Ничего критичного нет, да? Ничего критичного нет, наш план, значит, 1 миллион 744 тысяч тонн, наша задача поставлена правительству. То есть мы ее все равно выполняем, вы ее выполняете. Мы ее должны выполнить. Опять же, опять же, мы должны, значит, сохранить условия формирования зерна благоприятными, защитить от вредителей, от болезней, значит, и тогда, значит, вовремя, то есть хорошие условия при уборке урожая. Ведь очень много потерь проходит и при уборке урожая. Мы сегодня говорим максимум о биологическом урожае. Потому что мы не понимаем, как будет проходить, в каких условиях сама уборка. Большое спасибо, Александр Васильевич, мы рады, что это утро вы пришли к нам и убедили нас, что все будет хорошо, волноваться. Мы ждем точных данных уже, собственно говоря, когда и будем собирать пассивов правильно. Приглашайте. Обязательно. Напомню, что у нас сегодня в гостях был Александр Васильевич. Заволищен первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области. Заволищен первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинского 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 хозяйства.